Друзья, добро пожаловать на самый жаркий канал. Я сегодня нахожусь у лица компании Гефест Саши Иверски. Прошу любить и жаловать. Добрый день. И мы вместе с ним сегодня, поэтому у меня в руках полено, разберемся, как в действительности топится печь Гефест и как она нагревается. Да, Саш? Для этого собрались. Погнали топить. И поможет нам в этом... Саш, что это за печь? Это печь Гефест Закат 30, только у нее модернизированная одна стеночка. С панорамным стеклом сбоку, где уже уложена дрова. И мы сегодня посмотрим пламя своими собственными глазами. Да, видно было всегда только нижнюю камеру, а теперь мы сможем заглянуть и на верхнюю, что происходит у нас под самой каменькой. Пока Саша растопливает печь, давайте на нюансах. Здесь ребята уже жгли печь, и поэтому здесь видны, соответственно, движения газов. Что к чему и как мы разберемся, когда эта печь затопится. Обращаю внимание, что у нас здесь находится шибер, у нас находится подача вторичного воздуха в верхнюю топку горения. И, конечно же, самое интересное, насколько дымовые газы уходят в дымоход. Саша вон уже затопил. Саша, вот ты растопил печь, и сразу первый вопрос. Почему дрова не вплотную к этой стенке? Не вплотную к задней, ты имеешь ввиду? Да. У меня просто так рука положилась. Они все находятся на классниковой рамке, вот здесь или пять сантиметров подальше. У меня просто дрова сейчас 35 сантиметров были бы, как и стандартные, 45, они полежали отсюда. Никакой беды, отсюда досюда дрова, если заложить, нет. Нет, конечно, у нас пламя само идет туда. Мы растопили ровно в 18.00, и посмотрите, как только мы затопили, здесь началось образование сажи. Почему? Потому что печь, наверное, холодная. Холодная, она не просто холодная ледяная, здесь плюс 9 на начало было. И сразу же мы увидели тут испарина на стекло появилась, к ней тут же начало липнуть нагар-нагар. При повышении температуры мы должны увидеть, как это должно сейчас очиститься. Все сгорит. И я вот сразу вижу, в сполохе огня они немножечко в дымоход, ну, они заканчиваются где-то вот на этой высоте примерно. Сейчас примерно, да, шибер у нас открыт на все, мы растапливаем печь. Поддув тоже открыт на все, максимальный сейчас мощность горения. То есть все-таки идея с шипами она себя оправдала? Идея с шипами она оправдала по скорости нагрева каменки и по эффективности вот этого дожжика. У нас большие эффективности они дают. Давайте сейчас дождемся, когда разгорятся дрова, когда выгорит сажа и вернемся чуть попозже. Я думаю, что многие слышали о режиме бешеного истопника. Есть такой. И Саша сегодня как раз таки нам показывает режим бешеного истопника на примере печи гифеста. Саша, что сейчас происходит? Сейчас мы на растопленную уже печь. Она набрала более-менее температуру. Загрузили по максимуму сухих дров и открыли шибер на полную. Двер тоже закрыта. Но сейчас мы топим улицу с тобой. То есть у тебя открыт поддуала на полную программу, шибер на полную. И смотрите, мы дрова сейчас со второй закладки сдвинули максимально сюда. А так как высота дымохода достаточно большая, тяга бешеная и посмотрите сколько энергии уходит в дымоход. Мало то, что энергия уходит, но еще и это очень опасно с точки зрения пожарной безопасности в проходке. То есть так топить нельзя. Саша, закрывай. Так топить нельзя. Прикрывать мы рекомендуем шибером, чтобы поступал через поддувало воздух для дожига у нас к задней стенке. И после того, как печка растопили, мы ее прикрываем, чтобы у нас не грелся дымоход. Нам это не нужно. Но если мы сейчас откроем дверцу или случайно забыли закрыть шибер, поэтому ее рекомендуем ставить. А поддувало сейчас? Поддувало сейчас открыто полностью. Давай прикрывай, чтобы показали, что огонь все-таки не выходит, а вся энергия остается внутри. Тогда я могу еще шибер прикрыть. А в таком режиме мы хорошо греем каменку. Со всех сторон мы пламя сразу же заметили и на заднюю часть каменки, по низу соответственно где шипы и с боков. Чугун еще вот холодный условно. Время прошло сейчас буквально 25 минут. 20-25 минут, то есть еще вот все холодное, поэтому топить не надо, как бешеный истопник. И сразу же по поводу подачи вторичного воздуха. Сейчас у нас здесь интенсивное горение и мы не понимаем, если работает этот канал или нет. Но если мы закроем шибер, Саша, закрываем. Закроем шибер, мы сразу увидим, пламя уже будет не таким турбулетным, а ламинарным. И мы увидим, как поступающий кислород разжигает пламя. Да, вот прям по верхней трубе, которая поставляет кислород в верхнюю камеру, видите, там прям такое горение идет. Прошло два часа, с момента растопки этой печи мы видим, что печь горит уже в нормальном режиме. Как она должна работать, Саша? В таком режиме ее можно три часа, четыре, вот сколько, если у нас идет интенсивное парение, постоянно поддаем, то можно поддерживать печь вот в таком режиме. Одно полежка лежит, все зажато. То есть все ок. Мы сейчас свет выключали и видели, как каменка светится, сейчас покажем чуть попозже. Есть что-то вот, Саша, такого, что можно добавить именно вот по поводу горения? По поводу горения. Или вот топить вот так, не надо никакого бешеного истопника, по три-четыре полежки и все ок. Бешеный истопник, это только печь позволяет такое сделать. У нее увеличенная тяга получается при 5-метровом доходе, если идеальные условия. Если атмосферное давление, рядом здания нет, в любых условиях печь может поставить, она будет гореть, если все открыть на максимум. Зажать мы всегда можем, уменьшить тягу, а вот увеличить проблемы бывает. Понятно. В таком режиме и нужно ее топить. Вот как она должна работать. Что со своей стороны хочу сказать я. Первое, сталь, чугун. В отличие от стали, чугун не передает столько инфракрасного излучения. То есть стенки, несмотря на то, что они огненные, они не светятся. То есть для вывода банной печи из чугуна на режим необходимо от двух до четырех часов. Это факт. Факт то, что нагревается сверху она достаточно сильно. Вот мы видим, как она нагревается огненно. Снежками, серьезно. Снежками. Снежками. ПД, наверное, это самый худший вариант развития событий. Потому что у них задача раскольить каменьку. Не обогреть помещение, а резко его перегреть. Соответственно, я считаю, неоднократно говорил и еще раз повторю. Банная печь это не только, вот она не заканчивается здесь. Она заканчивается где-то примерно на метр выше. То есть в стартовом метре дымохода. Именно поэтому чугун у вас. Именно поэтому экономайзер. Именно поэтому труба должна быть там в камне. То есть это вот такое мое мнение. Как бы вы ни старались, как бы вы ни чудили. Да, вот сейчас она вышла на режим. Да, огня в дымоходе нету. Но, тем не менее, банная печка это где-то вот такая высота. Ну и в конце давайте попробуем залить. Да, погнали, Саша. И у нас есть еще. Побольше. Главный, главный человек, который сейчас даст жару. Саша, отходи, сейчас будет смерть. И, как сказать, Днем. Главный, главный человек. Субтитры сделал DimaTorzok Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всего доброго, увидимся в следующих видео.